Всем привет! Все мы хорошо знаем платформу Роблокс. Как эта платформа дошла до того, что она представляет сейчас, мы сегодня и посмотрим. У микрофона Airbreed, это Canvas Interactive. И сегодня в видео мы разберем Роблокс. Роблокс это ММО игра, которая представляет из себя гигантскую библиотеку из игр, которые игроки могут сами создавать. Роблокс хороший движок для создания довольно хороших игр. Движок Роблокс позволяет делать игры на языке Луа, использовать 3D модели и анимации. Некоторые игры из Роблокса становятся легендарными даже за границами Роблокса. Создателем является Дэвин Мазуки, обучаясь в Стэнфорде на инженера и специалиста компьютерных наук. Он создал образовательную программу Knowledge Resolution в 1989 году. Она прослужила симулятором двухмерной лаборатории, в которой студенты и учителя занимались моделированием физических задач при помощи разных инструментов. Программа позволяла создавать физические симуляции, например, автомобильную катастрофу или падение дома. Программа смогла выйти за рамки университетов. Искорее Дэвид Базуки вместе с Эриком Касселом в 2004 году создадут свою игру Роблокс. Через два года появится программа для создания своих Роблокс игр – Роблокс Студио. Основной толчок для популяризации Роблокса стало то, что Роблокс – совершенно бесплатная игра. А еще популяризировать проект помогло то, что сам Роблокс не создавал игры. Игры на Роблокс создают сами игроки, что дало для игроков целое поле для воплощения своих идей. Мощный инструментарий Роблокса позволяет воплотить любые, даже самые глупые идеи в реальность. Также игра развивалась из-за мультиплеера и возможности монетизировать свое творчество. В Роблоксе вы можете играть в свои игры с своими друзьями. Еще стоит заметить то, что платформа позволяет делать игры на любой жанр и на любую платформу, даже на VR-лево. Переходим к самому лакомому кусочку любого разработчика на Роблокс. Каждый день тысячи инди-разработчиков встраиваются над своими проектами, чтобы заработать местную валюту – Роблоксы. Роблокс хоть и является бесплатной игрой, но все-таки в ней есть донат. Так за Роблоксы вы можете купить рекламу для своей игры, создать свою кофту или продать свои вещи на местной торговой площадке. Также за Роблоксы можно покупать плагины, которые могут помочь в разработке игр и многое другое. Роблоксы можно потратить на себя любимого, покупая вещи и аксессуары и другие косметические предметы для своего аватара. Каждый юный и не совсем юный разработчик может получить Роблоксы из своей игры. Так за посещение вашей игры или покупку игрового пропуска вы можете заработать немного Роблоксов, но у этого есть и своя темная сторона. Роблокс берет большую комиссию, которая отнимает у юных разработчиков 30% от цены купленного игрового пропуска. Некоторые считают, что так Роблокс эксплуатирует юных разработчиков. Но это не наша тема ролика. Роблокс получил награды как инновационная компания и в последнее время обгоняет таких гигантов как Фортнайт по популярности и скоро обгонит Майнкрафт. Многие считают Роблокс очень перспективной платформой, а некоторые даже думают, что Роблокс это первая мифта вселенная. Как по нашему мнению, Роблокс уже смог обогнать Майнкрафт, поскольку в Роблоксе создавать и творить намного легче, чем в Майнкрафте. Некоторые разработчики даже начинают свой бизнес в Роблоксе. Роблокс охотно влаживает деньги в развитие перспективных игр своих пользователей. В 2020 году Роблокс выплатил 330 миллионов долларов самым лучшим разработчикам Роблокс. А некоторые создают свои студии по разработке игр на Роблокс и делают из этого основную свою работу. А множество ютуберов каждый день получают тысячи просмотров на контенте по Роблоксу. Конечно, Роблокс не собирается останавливаться на достигнутом, и в будущем нас ждет множество новых инструментов для создания реалистичных и интересных проектов в Роблокс. Так что подписывайтесь на канал Canvas Interactive, ставьте лайки, вас ждет очень много всего интересного. Встретимся в следующем видео.